Победители и призеров Сирахистской Олимпиады школьников, а также стубальников ждет приятный бонус. Поступив на первый курс в Казанский федеральный университет, они получат выплату от 80 до 100 тысяч рублей единовременно. Такое решение было принято ректором КФУ Льшатом Гафуровым. Университет расширяет симпедиальные программы, таким образом поддерживая талантливых абитуриентов. Победитель будет получать единовременную выплату 100 тысяч рублей в сентябре, когда он поступит, если он поступает по профилю своей Олимпиады. Призер будет получать единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, если он поступает по профилю Олимпиады. Если стубальники также получили 100 баллов и по своему профилю поступают к нам, допустим, человек получил 100 баллов по физике, где-то институт физики поступает, соответственно, у него будет единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Также эти абитуриенты, уже будучи студентами КФУ, смогут получать ежемесячную стипендию от 4 до 10 тысяч рублей на протяжении всего времени обучения. Сейчас также прорабатывается вопрос о выплатах стипендий лицеистам Казанского университета. А 10 июля вышел приказ, подписанный ректором университета Ильшатом Гафуровым, где выпускникам лицеев КФУ будет предоставлена скидка 20% на оплату образовательных услуг. По этим приказам предусмотрено, что если ребята, наши выпускники лицеев Казанского федерального университета, поступают в Казанский федеральный университет, но не добрали на бюджет до 20 баллов, в этом случае они могут поступать на контрактную форму обучения и будет им предоставлена 20% скидка по оплате стоимости образовательных услуг. На сегодняшний день в Казанский федеральный университет подано 182 заявления от абитуриентов, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Возможно, кто-то из этих абитуриентов станет счастливым обладателем стипендий в размере 80 тысяч рублей. Единовременную стипендию в 100 тысяч рублей получат победители заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, а призеры Олимпиад сумма в 80 тысяч рублей. Более подробную информацию смотрите на сайте Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Леонард Волесьяров, Универньюз.